Танк Т-72 БМЭ Такую аббревиатуру он получил после глубокой модернизации на 140-м танкоремонтном заводе в Борисове И по ней можно судить о том, что заводчане видят в этой машине большой экспортный потенциал Чем же он хорош? Т-72 БМЭ получил новый прицельный комплекс с тепловизионным прицелом, усиленную в сочетании с монолитной комбинированную броневую защиту, дополнительную динамическую защиту и противокумулятивные экраны За счет установки более мощного двигателя увеличилась подвижность, а также автономность при ведении засадных и оборонительных действий за счет применения встроенного автономного источника питания Военные сходятся во мнении, что после такой модернизации Т-72 не уступает машинам уровня Т-90 и, что важно, стоит в разы дешевле Роботизированный комплекс «Берсерк» Комплектуется спаренным пулеметом и предназначен для ведения эффективного огня на дальностях до 1 км по живой силе и беспилотным летательным аппаратом, движущимся со скоростями до 300 км в час Удаленное управление комплексом в условиях города возможно на расстоянии до 5 км Новейшие оптико-электронные системы гарантируют легкость управления и точность обнаружения и распознания целей Есть в Беларуси и собственный бренд стрелкового оружия Вот, например, «Вепарь» Здесь представлены разные модификации как для военных, так и для гражданских целей Ручное стрелковое оружие, к примеру, пистолет «Стриж» Очень похож на австрийский ГЛОК Пожалуй, самый интересный экземпляр – это пистолет скрытого ношения Васильева Главное его достоинство – он очень тонкий, соответственно, его не видно И никто не скажет, что я вооружен ПСНВ – это первая разработка такого рода в белорусском ВПК К созданию собственного короткого ствола в Беларуси приступили впервые Не сказать, что подобное оружие не производили раньше Производили, но с калибром 5,45 Пожалуй, главная заслуга конструктора Васильева в том, что ему удалось в пистолет толщиной в 20 мм Вместить ствол калибром 9х19 И это, наряду со скрытностью, делает ПСНВ действительно грозным оружием в ближнем бою Отдельное направление и очень важная разработка средств радиоэлектронной борьбы В Беларуси производят разные средства Например, станция «Гроза-С», установленная на автомобиле «Волот» Или, например, вот такое радиоэлектронное ружье Больше напоминающее оружие из «Звездных войн» Для чего оно? Увидели? Нежданный дрон Выстрел И дрон потерял управляемость